Почти ровно год назад, 1 апреля 2021 года, был зарегистрирован приказ об утверждении порядка оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. 1 января этого года он вступил в силу. Реакции на его появление оказались теометрально противоположные. От этого очень долгожданный порядок до этим документам Минздрав, по сути, ввел крепостное право. Уже три месяца документ официально действует и регламентирует медицинскую онкопомощь. Думаю, выводы можно уже делать. Это вечерний хэштег Дмитрий Чашков, Дарья Власова, и мы начинаем. А тебя не вылечим. Как западные санкции отразились на работе онкологов? Почему европейские врачи нарушили главные принципы гуманизма? И как будут помогать в этой ситуации тем, кто болеет? Спорный момент – новый закон о банкопомощи. Почему многие говорят, что он лишает выбора пациентов? Так ли это? Разберемся в его практических нюансах. Тревожные звоночки. По каким признакам можно определить рак? И главное, как его предотвратить? Ну что, тема обозначена. Давайте знакомиться с гостями, о котором сегодня адресуем свои вопросы. Расим Тамразов, главный врач многопрофильного клинического центра «Медицинский город». Станислав Рахитин, заведующий поликлиникой многопрофильного клинического центра «Медицинский город». Гайк Петросян, онколог-хирург онкологического отделения стационара медсанчасти «Нефтяник». Виктория Белинкая, главный врач поликлиники номер 5 в городе Тюмени. И Татьяна Симонцова, пациентка многопрофильного клинического центра «Медицинский город». Всем добрый вечер. Здравствуйте. Всех рады видеть у нас в студии. Ну и в конце февраля международная сеть онкологов «Онкоалерт» заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации с Украиной. Это решение прокомментировал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Цитирую. «Лозунг здравоохранения вне политики еще более важен, чем спорт вне политики. Это даже не вопрос прав человека. Это проблема гуманизма. Врачи отказываются от помощи больным. Так выходит? По-моему, это позорная практика международных организаций, занимающихся здравоохранением». Конец цитаты. Фадеев добавил, что врачи мстят российским больным, а это за гранью добра и зла. Ну да, действительно, одна из главных тем последнего времени – это санкции и их последствия. В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России составили список из 39 препаратов, которые теоретически могут стать недоступны. Российской фармакологии дано задание разработать замену. Ну давайте тогда, Расим Ильханович, первый вопрос к вам. Какое вообще соотношение в лечении имеют как раз отечественные препараты и российские препараты? Ну, если иностранные препараты, если иностранные, то мы имеем в виду, конечно, там Европу и Америку, там можно еще из Индии, конечно, к нам возить, но пока сертификацию пройдут, надо еще подождать. Так, конечно, вся эта ситуация сразу оголила вот эти вопросы, начали вдруг считать, сколько у нас отечественных препаратов, сколько иностранных. На самом деле ситуация с санкциями, она началась же не в этом году и не с этой ситуации. Она началась несколько раньше, еще с 2014 года. Ну и за это время мы знаем этот термин импортозамещения, которое по всей стране, значит, стартовало. И тем не менее наши производители отечественные, они перестроились в определенном образом за эти 8 лет. И на сегодняшний день в медицинском городе доля отечественных препаратов, которые производятся на территории Российской Федерации, составляет примерно 85-90%. Есть уже даже оригинальные молекулы, препараты, которые выпускаются только в России, определенные группы. Но есть и препараты, вот действительно из того списка, которые на сегодняшний день пока не выпускаются в России. Но они же взаимозаменяемые. Ну они, у них есть аналоги. Или можно их заменить и в дальнейшем использовать то, что используется в России. Станислав Андреевич, вот насколько Тюменская область сегодня обеспечена лекарствами? Запас есть? Конечно, запас имеется. На сегодняшний день он абсолютно достаточный. И наши пациенты без каких-то проблем, перебоев, на сегодняшний день получают лекарственные препараты, приходя к нам в поликлинику, как и по территориальной льготе, так и дополнительному лекарственному обеспечению, так и находясь в стационаре. Мы, честно сказать, не заметили разницы никакой для нас, для наших пациентов. Я еще не слышал ни одного такого возмущения или обращения, что нам не кончилось все. Препараты. Мне последний день такого не было ни одного раза. Мы понимаем, что и в аптеках там не хватало препаратов в последнее время для щитовидной железы, и они там просто их скупали побольше, да, и в определенный момент возник определенный дефицит. Ну что уж говорить про тот сахар, который скупили все, непонятно зачем. Вы на себе какие-то неудобства почувствовали или нет? Микрофон. Да, мы, да, мы. Вот на телевидении немножко что послышали. Извиняюсь. Нет, я на себе не почувствовала, потому что в то время, когда я попала сюда на Барнаульскую, то бишь это был не городок, по-моему, а был онкодиспансер. Онкодиспансер. Да. И вот в то время, в 2009 году, когда я попала, была прооперирована, и я вообще-то не Тюменко, а Сенау была. Сюда приехала по направлению тогда программы сотрудничества, работала очень хорошо. Она и сейчас, ну я уже, не знаю, ну дай бог пусть работает, но на тот момент дефицита в препаратах не было, я этого не испытывала. Ну в 2009, да. Мне то, что назначили здесь, в онкодиспансере при выписке, я все поймела в ноябрьске. Это прям, ну я не знаю, на тот момент для меня это было очень хорошо. Я не испытывала ни в чем. Ну вот сейчас вы не завистите от препаратов. А сейчас я завишу по другому профилю препаратов, потому что я как бы нахожусь, ну нахожусь на онкоучете и ежегодно просто прохожу профосмотр. Ну вот прекрасно. Разрешите дополнить еще? Вот как вы сказали по поводу лекарственного обеспечения в аптеках, и все-таки в нашем учреждении это разные вещи. Это специализированные, безусловно, по-другому. Естественно, аптеку зашел, купил, вот эта самая ситуация возникла, когда люди безудержно покупали эти препараты, и, к сожалению, они закончились. Хотя зачем, почему покупали, никто ответить нормально-то и не может на этот вопрос. Мы боялись, видимо, что закончится. Ну вот только ответ боялись. У нас в учреждении, естественно, каждый препарат назначается по показаниям, выдаются по показаниям и строго, как конкретно по количеству, рассчитанному врачом на руки. Поэтому это все стандартные расчеты, и мы их не разбрасываем, а выдаем нуждающимся. И поставки плановые тоже идут? Никаких там задержек нет? Все верно, контракты заключены на препараты, на поставки препаратов. Свои поставщики свои обязанности выполняют. Ну, бывают, в любом случае, задержки, потому что сейчас и транспорт, и граница. Но учитывая, что у нас есть пул препаратов немножко, все равно мы больше берем, для того, чтобы компенсировать какие-то промежутки между приемами. Виктория Александровна, вот при лечении онкобольных также очень важны клинические рекомендации, и порой даже аналоги не могут приниматься страховыми компаниями, если прописан определенный в рекомендациях препарат. Нужно ли в связи с этим, как вы считаете, пересматривать эти рекомендации? Придется ли это делать? Ну, на данный момент, я считаю, ничего пересматривать не надо. Пока мы работаем в штатном, в плановом, в нормальном режиме, а там уже время дальше покажет. Георгий Александрович, ну ведь все-таки онкология – это не только лекарство, да? Мы говорим и про высокотехнологичное оборудование, мы говорим про расходные материалы, про реактивы. Я читал интервью главврача Петербургской больницы, он говорит, ну, у нас не хватает определенных материалов для проведения вот как раз исследований. Что мы сейчас имеем, и насколько мы вообще не только в лекарственном обеспечении зависим от иностранных поставок? Ну, если говорить о хирургии, на сегодняшний день порядка, наверное, 80% расходных материалов – это российского производства. И мы оборудованием и расходными материалами российского производства работаем довольно-таки давно. Конечно, можно долго рассуждать, что лучше – наше или зарубежное, но на самом деле наши инструменты, наш расходный материал, он работает, и мы им каждый день пользуемся. И уже порядка больше месяца, да, это повышенное санкционное давление. На нас оно никак не отразилось. Мы как работали, так и работаем. И о каких-то разговорах даже в кулуарах не происходит, что завтра чего-то может не быть. Но ведь нет такого, что мы перестанем вам поставлять. Просто, допустим, дольше будет поставляться тот или иной препарат или те или иные оборудования, но они отказываются. И немножко по другим условиям. Ну, кстати, сегодня как раз был диалог. Наш один из поставщиков препаратов для выполнения брахиотерапии рака предстательной железы. Это очень высокотехнологичный метод. Он заключается внутри тканевом облучении предстательной железы. И эти элементы, они выглядят как маленькие зёрнышки, которые обладают радиоактивной активностью. И они поставляются из-за границы. И сегодня как раз поставка была. И мы задали прицельный вопрос, как они поставили. И в основном медицинское оборудование поставляется авиатранспортом. Но коли авиатранспорт сейчас прерван, авиасообщение с Европой, с Америкой, то через дружественные страны производится. Также поставка просто поменялась логистика. А на доставке на сроках это никак не повлило. Это радует, что большая фарма ещё пока от нас особо не отказывается. Хотите добавить? Я бы добавил. Во-первых, она не просто не отказывается. Она ежедневно обращается к нам и пытается убедить нас, что они никуда не уходят. Они пишут официальные письма с тем, чтобы успокоить всех. Фарму, во всяком случае, если мы говорим про основные препараты, они не уходят. То, о чём мы сейчас говорим. Они пересматривают пути доставки, у них есть действующие контракты, у них есть чёткие сроки, они должны их поставить. Речи об изменении цены пока не идёт. Очень по старым ценам можно закупаться. Уже контракты заключены, и вы видите, был скачок, а теперь идёт обратная ситуация. То есть, что будет через полгода, мы пока вообще никто не может сказать. Поэтому посыл основной такой. Может быть, отдельные компании, да, они приостановили работу, либо поставки. Но те, кто заключили действующие контакты, они не могут не поставить. Они понесут очень тяжёлые финансовые потери. А сейчас к нашей беседе присоединяется эксперт Минздрава России, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дима Рогачёва, Александр Умянцев. Александр Григорьевич, добрый вечер. Один из главных волнующих вопросов. Российские лечебные онкоучреждения способны ли сегодня конкурировать с западными? Начну с того, что нет национальной науки, как национальной таблице умножения. Мы прошли путь, определённый, вместе с нашими коллегами за рубежом, с тем, чтобы синхронизировать наши лечебные опции. Когда идёт речь о том, что западные общества сделали заявление, что они не будут лечить наших онкологических больных, это их проблемы этического характера. Потому что никто и не рассчитывал, потому что наши пациенты будут выезжать лечиться за рубеж от онкологических заболеваний. Вот вы затронули тему лекарств. Пока что западные компании не объявили об отказе. Вот мы слышим, что они собираются пока объявлять, чтобы работать на российском рынке. Но если это произойдёт, способны ли российские препараты полностью заменить иностранные аналоги? Они не только не уходят, они заявляют, что пациенты, которые нуждаются в лечении, они все будут получать эти препараты. Тем более, что мы в течение нескольких лет специально локализовали производство этих лекарств в России. То есть они воспроизводятся все в России. Они имеют западные лейблы, то есть имея в виду, это западные препараты, но их производство организовано здесь на разных уровнях. На разных уровнях. От сырья, которое поступает, и мы его здесь полностью обрабатываем, до упаковки. Во всяком случае, министерство приняло решение сейчас, и правительство приняло решение, в условиях санкции, провести санкционные изменения в области лекарственной политики. В чем они заключаются? Они заключаются в том, чтобы ускорить доставку, логистику этих препаратов в России. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Оставайтесь с нами, мы к вам еще вернемся. 3 миллиона 700 тысяч человек болеют в России онкологией. В прошлом году диагноз «рак» поставили 556 тысячам россиян. При всем этом смертность от болезни снизилась почти на 4%. Но, по крайней мере, именно такую статистику озвучили в Совете Федерации. Еще о цифрах в нашей графике. Согласно данным Минздрава, в 2020 году в России было зафиксировано свыше 550 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. Это почти на 100 тысяч меньше, чем годом ранее. Специалисты связывают это со сложностями ранней диагностики заболеваний во время пандемии COVID-19, режимом изоляции, снижением охвата населения профосмотрами. Это подтверждают неполные статистические данные за минувший год. За 9 месяцев злокачественные новообразования появились почти у 800 тысяч россиян. Более всего онкологических заболеваний из расчета на 100 тысяч населения было выявлено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях, меньше всего в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия. Из общего числа пациентов, у которых онкология была выявлена впервые, больше половины — это женщины. Тем не менее, смертность от злокачественных заболеваний выше у мужчин. Статистика сложная наукой не всегда бывает объективной. Если на стране выявляется больше заболевших раком, это не значит, что нас накрыла эпидемия. Возможно, система диагностики стала доступнее и более развита. Расим Ильхамович, правы ли мы с тем, что немножко пытаемся приземлить статистику? Это действительно связано именно с количеством выявления заболевания, рост? Здесь было очень наглядно показано, что в 2020 году было такое некое снижение, но мы все понимаем, с чем это связано. Пандемия, люди меньше ходили в больницу. Полный локдаун, люди просто не ходили обследоваться. Даже те, кто хотел пойти обследоваться. Значит, в 2021 году эта ситуация изменилась. В 2022 году она несколько тоже имеет волнообразное течение. И многие считают, что истинные цифры статистические будут к концу 2022-2023 даже году. И большими? С одной стороны, ожидаем рост. Потому что вот те, которые должны были выявиться в ранних стадиях на 2020 и 2021 году, они выявятся на поздних стадиях, к сожалению, в 2022-2023. Но мы же сейчас эту ситуацию знаем. Мы должны несколько это предугадать. Мы должны действовать, если так можно сказать, на опережение. То есть мы должны просто объяснять, что сейчас надо более интенсивно обследоваться, усилить вот эту профилактическую работу, диспансеризацию и так далее. То есть сейчас как раз-таки есть возможность эти цифры, ну, нивелировать, скажем, этот рост заболеваемости. Ну, посмотрим, конечно, какие цифры будут. Но ожидаемые все-таки надеемся, что мы не выйдем за те, скажем так, плановые показатели, которые мы для себя поставили. А можно, Станислав Андреевич, какие-то определенные факторы, именно, допустим, касающиеся Тюменской области, выделить, которые могут повлиять на онкологию у человека? Ну, вот я как бы не совсем... Мы, понимаете, мы вот живем обычно, ни разу не проходили, допустим, обследование, ни разу себя не проверяли, но вот вы живете в районе КПД, вам бы желательно сходить. Факты туристка есть какие-то? КПД еще не тот наш район, где надо сходить, кто, может, к травматологу. Просто для примера. Так вот, по поводу онкологии, ну, действительно, это многофакторное заболевание. Нет конкретного критерия, который бы я говорил о том, что у данного человека будет онкология 100%. Нет этих данных. Есть данные, которые говорят о том, что это у нас и питание, и пагубные привычки, и, естественно, генетический фон. Хотя генетический фон составляет всего-навсего порядка 50% вероятности онкологического заболевания. То есть все остальное, это все-таки укладывается в жизнедеятельность каждого человека. Все довольно-таки очевидно и понятно, что алкоголь увеличивает проценты, там, никотиновые зависимости увеличивают проценты вероятности заболевания, онкологическими заболеваниями. И также неправильное питание, то есть употребление, по большей части, жирной пищи, грубой, слишком горячей. 99%, мне кажется, нет? Это вот население нашего. Это да, совершенно верно. Я просто продолжение могу сказать. Если вот так вот ставить клише, что вот если человек курит, значит, у него будет рак, если он там употребляет алкоголь, значит, у него будет рак. Но курит, да. Ну, смотрите, курит, у мужчин же преимущественно все-таки рак легких идет, правильно? На первом месте. А у женщин рак на очной железы. Да, у женщин... Да, ну как раз-таки все это знают, значит, что надо сделать? Просто делать ежегодное исследование легких у мужчин после определенного возраста. Неважно, курит он или нет. Это просто должно быть обозначено. Соответственно, женщины, что и делается, в принципе, ежегодные осмотры хотя бы или маммографии после определенного возраста. И как минимум мы уже эту группу пациентов... То есть задача онкологии не то, чтобы прямо вот бегать за этими здоровыми людьми и искать в них онкологию. Нужно правильно это преподнести и обозначить те рамки, когда они должны просто пойти на обследование. И это вот то, что вы говорите, вы еще не пошли, может быть, ну да, наверное, такое комплексное обследование сейчас не нужно делать. Но определенный алгоритм должен быть после определенного возраста, с определенными... То есть нужно определять группы риска. Сразу. Виктория Александровна, вот группы риска. У нас группы риска мозги включают или нет, что нужно идти? Приходится ли в поликлиническом звене людей уговаривать? Ребят, давайте вот чек-лист пройдем, посмотрим, что и как. Или, может быть, больше стало людей, которые за своим здоровьем следят? Ну, я могу с уверенностью сказать, что стало больше. Вот даже вот если смотреть по количеству исследований, да, с профилактической целью, которые мы проводим, вот допустим, в 2021 году, наши жители прошли 2,5 миллиона исследований с профилактической целью. Ну, это где-то в среднем 10-11 исследований на одного человека. Да, и при этом мы выявили около тысячи заболеваний онкологических. Получается, в принципе... А, это только в вашей поликлинике 2,5 миллиона? Нет, это я говорю про область. Да, про область, да. Вот, и, ну, это большая цифра, это больше, чем в среднем по Российской Федерации. И вот вы приводили уже статистику, да, вот если брать нашу статистику, то у нас очень хороший показатель выявляемости онкологических заболеваний, особенно на ранних стадиях. И вот нас, конечно, отбросил 2020 год, и мы сейчас стараемся, чтобы все жители, которые нуждаются в проведении профилактических осмотров, их получили. В 2021 году мы провели 304 тысячи обследований жителям, ну, это вот если рассматривать в количестве человек. А на 2022 год запланировали 500 тысяч профилактических осмотров. В области? В области. Ну, это треть профилактических осмотров. Татьяна Ивановна, а вот как Вы узнали о том, что у Вас рак? Все-таки мы понимаем, что большинство россиян, они не слишком сознательны по отношению к самому себе и своему здоровью. И не то, чтобы активно так ходят на обследование, тем более, как я понимаю, Вы в 2009 году у Вас все это случилось, тем более тогда осознанность была еще гораздо ниже. Да, сложно сказать, конечно, но, однако же, никаких предпосылок у меня к этому делу не было. У меня, как бы, онко молочной железы обнаружилось. И при том, при всем, что до этого за три месяца я обследование проходила полностью, ничего не было обнаружено. Ну, а в октябре, по-моему, в октябре, да, 2009 года, я сама почувствовала какой-то... Дискомфорт. Дискомфорт, да. И при том этот дискомфорт как-то мешал мне руке. Ну и все, на следующий день подорвалась и почесала. Ну, стадия ранняя была. Ну, поставили раннюю, ну, я думаю, что она, наверное, может быть и ранее, хотя тут храница была вторая, третья группа. Ну, обследование прошло, и как бы все это подтвердилось, и все, и направили меня дальше. Саркисович, смотрите, вот Совет Федерации сказали, что на 4% больше людей в выздоровлении. Ну, то есть там понемножечку прирастает, там в 2020-м там было на процента 3, здесь на 4. Это все-таки с чем связано? С ранней выявляемостью или с тем, что еще и медицина у нас подрастает и лучше... В Совете Федерации, насколько я помню, сказали, что смертность на 4% снизилась по сравнению с предыдущим годом. С чем это связано? Сложно сказать. Возможно, и с ранней выявляемостью. То есть, всем давно понятно, что первую стадию любого онкологического процесса гораздо легче лечить, чем третью стадию. И результаты этого лечения будут лучше, нежели при третьей и четвертой стадии. Это раз. Во-вторых, 4% это много или мало? Кто-то может это сказать? Сложно давать процент кому-нибудь профессионал. Ну, 500 тысяч, если мы берем в год, заболело там 3-7 миллионов у нас болеет, ну, это на десятки тысяч человек, я думаю. Ну, это с позиции высшей математики, а с позиции медицины. Медицина крайне неточная наука. Поэтому 4% это много или мало в разрезе на одном годе, то есть на 2021 годе сказать очень сложно. Вследствие чего надо посмотреть это все в динамике в течение двух-трех лет. Как колеблется ранняя выявляемость, заболеваемость, стадирование. Ежегодно в России выпускается сборник, в котором четко отслеживается по всем регионам, по всем нозологиям количество выявленных стадий и смертность от каждой стадии. Поэтому в разрезе одного года выводы делать преждевременно. Необходимо смотреть на динамики. Ну, сейчас ненадолго прервемся.